Без Божьей защиты и заботы дьявол мог бы за секунду разрушить вашу жизнь полностью, уничтожить вашу репутацию, уничтожить самих вас. Вы когда-нибудь заглядывали в пасть дьявола? Это страшно. Он лжет. Он лжец. Он исключительный, талантливейший в совершении зла. Он превосходит всех в таких способностях. Как Бог использует людей для распространения Его Царства и провозглашения истины, точно так же дьявол использует людей для противодействия распространению Царства Христа. У вас в голове могут быть все правильные знания, но если это не практикуется, то какая разница, какие у вас знания? Далее Павел говорит о происхождении вероотступничества. Оно от духов обольстителей, плануясь. Это слово изначально использовалось со значением «блуждающий» или «бродяга». Позже оно стало обозначать обманщика, соблазнителя или совратителя. Кого-то, кто бродит из города в город, принимая чей-то облик, обманывая людей, говоря им ложь. Павел мог использовать это слово, имея в виду всех этих приходящих в церкви лжеучителей, которые причиняли Павлу множество проблем. Далее Павел пишет «учением или доктринам бесовским». Это учение агентов дьявола. Самого дьявола обычно не называют бесом. Бесы — это агенты дьявола. Но что мы знаем о дьяволе? Посмотрим 1 Петра 5,8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Некоторые говорят, «Дьявол — это рыкающий лев». Честно, я сам это слышал. Дьявол — это лишь рыкающий лев, а рычит он, потому что у него нет зубов. Он, конечно, страшноватый, но на самом деле не опасный. Это одно из самых глупых утверждений, какие я слышал за всю свою жизнь. Я лично видел, сколько вреда причинил дьявол за последние 33 года братьям, которые начинали течение или забег веры вместе со мной. И где они теперь? Я опасаюсь того, что он мог бы сделать мне. Я всегда молюсь Господу и прошу, увеличь страх Божий во мне. Увеличь во мне страх перед грехом и здравый страх по отношению к дьяволу. Бывало, что люди нападали на меня с такой злобой, что становилось страшно. Понимаете ли вы, что без Божьей защиты и заботы дьявол мог бы за секунду разрушить вашу жизнь полностью? Уничтожить вашу репутацию, уничтожить самих вас. Вы когда-нибудь заглядывали в пасть дьявола? Это страшно. Как дьявол поглощает? Иоанна 8,44. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Он лжет. Он лжец. Он исключительный, талантливейший в совершении зла. Он превосходит всех в таких способностях. Единственная преграда, стоящая между разрушительной силой дьявольской лжи и невестой Христа, это супруг церкви, Христос, Царь. И не следует удаляться от Него. Итак, какие средства или инструментарии вероотступничества? Посмотрите на стих 2. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Тут нужно кое-что понимать. Не хочу, конечно, возвышать свое положение или в целом возвышать положение проповедника, но хочу сказать, как Бог использует людей для распространения Его Царства и провозглашения истины. Точно так же дьявол использует людей для противодействия распространению Царства Христа. Что мы узнаем, читая книгу Деяний, что всякий раз, когда Царство Божие распространяется, это происходит благодаря провозглашению Слова Божьего. Хотите распространять Царство Бога? Провозглашайте, провозглашайте, провозглашайте истину. Но нужно понимать, что на этом фронте есть две стороны. С одной стороны, люди истины. Они стали людьми истины не по своим качествам и заслугам, а благодаря избранию, суверенности, благодати Божией. Они, люди истины, должны стоять в истине и прекратить играть в мальчишеские игры. Они должны посвятить себя познанию истины и провозглашению истины. А с другой стороны, находятся другие люди. Они тоже провозглашают ложь, развлекаловку, возможно, не плохие вещи, но только не Божью совершенную истину. Здесь написано, что они лжесловесники, лжецы. Они не проповедуют истину. Что это значит? Это значит лишь то, что они не проповедуют, соответственно, тому, что написано в Слове. Их проповеди показывают, что у них нет лекала. Молодой брат, когда ты выходишь за кафедру, никому не нужна проповедь того, что у тебя на сердце. Людям нужна проповедь Слова Божьего. Если ты едешь на миссию, хочу тебе сказать кое-что. Несколько лет назад кто-то сказал мне, «Хочу поехать на миссию». Я спросил о его побуждениях, и он сказал, «Я просто хочу отдать свою жизнь». Я сказал, «Никому в этом мире не нужна твоя жизнь». В этом мире нужна проповедь Слова Божьего. Лжецы. Они лжецы, так как учат не по написанному Слову Божьему. Они лицемеры, потому что они пытаются показать себя духовными и набожными, но в лучшем случае вся их духовность плотская и земная. И что еще хуже, она бесовская. Опять же, как узнать, от Бога ли чья-то духовность по соответствию ее написанному Слову Бога? По соответствию написанному Слову. Также написано, «сожженных, как утюгом, в совести своей». Я думаю, что это может проявляться двумя способами. Во-первых, лжесловесники сами знают, что они лгут. Они знают, что они лгут. Но их совесть настолько сожжена, что они больше не верят в Бога и не боятся Его. Итак, первое, они знают, что лгут. Второе, они могли действительно верить, что поступают правильно. Как они могли к такому прийти? Они смотрели в Писании, и в частности, они смотрели на Евангелие и не нашли в нем большого удовлетворения, большой силы, большой пользы для их служения. Поэтому Бог придал их во власть, выражаясь максимально мягко, развлекаловки, суете. Множество церквей по всей Америке, которые именуются евангельскими, и поэтому слово «евангельский» уже ничего не значит в наши дни. Церкви по всей Америке, евангельские церкви, полные такого рода развлекаловки. Они лицемеры, потому что они пытаются показать себя духовными и набожными, но в лучшем случае вся их духовность плотская и земная, и что еще хуже, она бесовская. Субтитры создавал DimaTorzok